Общее сведение. Влагалищная перегородка является редким поробком развития, обнаруживается приблизительно у 1 из 70 тысяч женщин. Если аномальное образование препятствует естественному выделению менструальной крови, патологию обычно диагностируют в подростковом возрасте после наступления менархи. Крайне редко сплошную поперечную перегородку влагалища, приводящую к формированию объемного гидромококальпаса, определяют у плода. При проведении трансабдоминального УЗИ в трех триместре беременности или у новорожденной девочки, эластичные неабструкционные перегородки, разделяющие влагалище в родольном направлении, чаще всего находят в репродуктивном возрасте. Во время гинекологического осмотра. Перегородка влагалища. Причина перегородки влагалища. Удвоение или поперечное деление вагины является врожденным поробком, связанным с неправильным слиянием мюллеровых каналов парных. Эмбриональных образований, из которых формируются половые органы или нарушенные канализации вагинальной пластинки. На сегодняшний день причины появления перегородки во влагалище окончательно не установлены. Специалистами в сфере акушерства и гинекологии предложено несколько теорий развития патологии. Транслокация генов. При перемещении на х-хромосом участка ДНК активирующего синтез мюллер ингибирующей субстанции слияния парамезонефральных каналов. Нарушается, что приводит к появлению продольно расположенной фиброзной вагинальной перегородки. Подобная транслокация может быть результатом спорадических мутаций и литератогенных воздействий во время эмбриогенеза. Нарушение перфорации мочеполового синуса. Раннее объединение мюллеровых каналов мочеполового синуса потенцирует падение давления в формирующемся влагалище. В итоге исчезает одна из ключевых причин, вызывающих рассасывание перегородки между парамезонефральными протоками. При неправильном слиянии эмбриональных закладок возможно появление попеечной влагалищной перегородки. Воздействие со стороны соседних органов. Нормальный процесс сближения и рассасывания стенок мюллеровых протоков, который во время органогенеза соприкасается между собой, нарушается под влиянием пороков развития смежных органов. У 60% пациенток с удвоенным влагалищем отмечаются различные аномалии мочеводелительной системы, у 35% пороки костно-мышечного аппарата. Часто нарушение созревания половых органов с образованием во влагалище продольной или поперечной перегородки провоцируется тератогенным влиянием на клетки зародыша химических факторов, лекарственных средств, производственных и бытовых ядов или биологических агентов. Возбудители некоторых урагенительных инфекций – герпеса, мекоплазмоза, папилломатоза, уреоплазмоза. Такой порог развития вагина часто сочетается с другой врожденной патологией – удвоением матки, отрезии и ануса, карктации аорты. Ряд авторов предполагает возможность наследования патологии по аутосомно-доминантному типу. Патогенез – механизм формирования удвоенного влагалища или образования в нем поперечной перегородки основан на внутриутробном нарушении органогенеза, частичном слиянии парамезонефральных протоков или неполном прорастании слившихся мюллеровых ходов в урогенитальный синус. Патогенез расстройств при наличии перегородки влагалища обусловлен возможным ухудшением оттока вагинального секрета и менструальной крови с их накоплением выше уровня препятствия – гематокульпас, гоматометра, гематосальпенкэс, гоматоперитониум. Выраженность нарушений напрямую зависит от степени перекрытия просвета фиброзным образованием. Классификация систематизации пороков развития влагалища, при которых формируется мягкотканая перегородка, играет важную роль в выборе врачебной тактики планирования беременности родов. Выделение отдельных форм патологии основано на особенностях органогенеза аномального образования, определяющего вариант его расположения в просвете вагины. Существует два основных варианта перегородки – влагалище – продольное. Удвоение влагалища вызвано неполным слиянием парамезонефральных эмбриональных ходов. В 12% случаев продольная перегородка бывает симметрично неабструктивной, в 88% – абструктивной, нарушающей отток влагалищных выделений. Фиброзное образование может располагаться в любом отделе вагины, быть полным или частичным. Поперечное. Влагалище разделяется на два сегмента при нарушении слияния мюллеровых каналов с урогенитальным синусом. Различает сплошные, неперфорированные и перфорированные поперечные перегородки. У 46% пациенток аномальное образование находится в верхней части вагины, у 40% – в средних отделах, у 14% – в нижней трети. Симптомы перегородки влагалища. Клинические проявления патологии зависят от особенностей расположения фиброзной ткани и степени обтурации просвета органа. Симптоматика практически полностью отсутствует у женщин с удвоением влагалища, обе половины которого имеют выход в преддверие. В таких случаях порока обычно становится случайной находкой при обследовании. При наличии перфорированной поперечной перегородки или отрезии одной из частей удвоенного влагалища пациентка в период месячных предъявляет жалобы на скудные менструальные выделения, тяжесть и спастические боли внизу живота, частые мочи и спускания, запоры. Возможно появление вагинальных выделений с неприятным запахом в межменструальный период, диспареонии и затруднения при половом акте. Неперфорированная вагинальная перегородка проявляется первичной аминарией циклические возникающими болями в нижней части живота, вызванными скоплением крови в матке и части влагалища, расположенной над участком отрезии. Обычно этот вариант заболевания диагностируют при отсутствии менструальных выделений до 16 лет. Осложнение Поскольку вагинальный секрет и менструальная кровь, скапливающаяся во влагалище, матке и придатках, являются хорошей питательной средой. Для развития микроорганизмов при наличии в вагине перегородки повышается риск развития воспалительных процессов кальпитов, цервицитов, эндометритов, цальпингитов, адникситов, формирования пиосальпингса, пиометры, пиокальпоса. Обратный заброс в матку менструальных выделений способствует возникновению генитального эндометриоза. Проникновение крови из матки и маточных труб в тазовую полость приводит к образованию гомоперитониума, который может осложниться пельвеоперитонитом и формированием спальг-малом тазу. Перегородка влагалища также может стать причиной нарушения сексуальной функции бесплодия. В родах у таких пациенток чаще наблюдается дискоординация и слабость родовой деятельности, разрывы тканей, травматические кровотечения, мехкотка, надистоция, диагностика больным с подозрением на наличие вагинальной перегородки назначают комплексное физикально-инструментальное обследование, позволяющие выявить порог развития, определить особенности его расположения, оценить плотность образования и степень изменения просвета влагалища. Наиболее ценными для правильной постановки диагноза и выбора дальнейшей тактики является осмотр на гинекологическом кресле. Используя зеркала, легко обнаружить в просвете влагалища поперечную или необструктивную продольную перегородку. При проведении бимануальной пальпации в случае полной отрези и вагины определяется увеличенная, растянутая кровью матка. Если отрезирован один из просветов удвоенного влагалища, через стенку открытой половины пальпируется тугая эластичное образование. Метод дополняют ректальным исследованием. Трансвагинальное УЗИ Ценография позволяет точно оценить строение репродуктивных органов, выявить другие аномалии, с которыми сочетается удвоение и отрезие. Влагалище Удвоенная, двурогая или седловидная матка Внутриматочная перегородка По изменениях агенной плотности органов можно подтвердить скопление жидкости в части удвоенной вагины участки влагалища над поперечной перегородкой матки, маточных трубах тазовой полости. В сомнительных случаях и при атипичном строении аномальных органов выполняют кальпоскопию, зонзирование влагалища, МРТ органов малого таза. Поскольку при разделении вагины перегородкой часто наблюдаются пороки развития органов мочевыводящей системы пациенткам рекомендовано Исследовать состояние мочевого пузыря, мочиточников и почек. Дифференциальную диагностику перегородки влагалища проводят с другими аномалиями репродуктивных органов, отрезия и гемена, сочетанным удвоением вагины и матки полной аплазии влагалища и шейки матки при функционирующей матке различными вариантами задержки полового развития дисгенезии и ганат, синдромом тестикулярной феминизации, аденомиозом матки, функциональной дисминарии острыми воспалительными заболеваниями тазовых органов аппендицитом, адникситом. При необходимости назначают консультацию уролога, нефролога, хирурга. Лечение перегородки влагалища. Консервативная терапия при этом пороки развития неэффективна. При недостаточном оттоке крови вагинального секрета, значительном нарушении половой и репродуктивной функции, болевом синдроме показано. Хирургическая коррекция патологии. Выбор времени проведения операции и объем вмешательства зависят от типа влагалищной перегородки и выраженности клинических проявлений. Коррекция продольной перегородки. В ходе операции обычно осуществляется клиновидная резекция аномального образования. Большинство акушеров-гинекологов предлагают выполнять вмешательство дородов, чтобы исключить возможные осложнения. Показанием для быстрого проведения хирургической операции является заращение половины удвоенного влагалища со скоплением в ней крови. Если плотная неабструктивная перегородка не была заблаговременно удалена в дородовом периоде, родоразрешение предпочтительно проводить способом кесарево сечения. Коррекция поперечной перегородки. Метод подбирают с учетом толщины и местоположения мехкотканого образования. Тонкие низкорасположенные перегородки рассекают с подшиванием слизистых оболочек верхнего и нижнего отделов вагины. При наличии толстой высокорасположенной перегородки операции выбора является вагинопластика методом скользящих лоскутов Z-пластика. Вмешательство позволяет аккуратно порожнить гематокульпас и сформировать полноценное влагалище. В послеоперационном периоде пациентке рекомендуется использовать влагалищный расширитель.